И снова здравствуйте, друзья! Наконец-то обзоры техники вернулись, потому что за моей спиной сейчас стоит очень интересный электросамокат Halten RS-02. Начинаем! Тут установлено заднее мотор-колесо мощностью 1300 Вт. Максимальная скорость 60 км в час, так же как и запас хода. Колеса 11 диаметра, дисковые тормоза в круг, алюминиевая и стальная рама. И все это чудо весит 32 кг. Если мы посмотрим наверх, здесь можно увидеть небольшой мониторчик, где выводится пробег за все время и с момента пуска, скорость и вольтаж. Также он дублируется и здесь. Ключ зажигания, как на настоящей машине. Поворачиваете, у вас тут все загорается. Также с помощью этой кнопки можно выбрать режимы ускорения. Самый медленный, первый чуть побыстрее второй и совсем ураганистый быстрый третий. Есть не очень приятный гудок, который не хочет гудить. Также тумблер включения фары, задние тормоза, передние тормоза и курок газа. Опа! А вот это одно из препятствий, которые вы можете встретить в лесу, путешествуя на электросамокате. Одно тело поднять 15 кг, а другое 32 кг. И вот тут вот наступает слишком серьезная трудность. Перетаскивать я точно не буду. Все. Я думал, я не выйду оттуда. Ну, главный его плюс это веселье, которое он может вам подарить. Друзья, мне кажется, после этого видеофрагмента вы поняли, что ездить на этом самокате без налокотников, наколенников и других различных защит просто нельзя. Потому что даже у человека, который все это исполнил, были налокотники и наколенники, и все равно у него рука немного пострадала. Там кожа слезла, были небольшие раны, а если бы не было и таких защит, то я бы вообще не знал, что бы там произошло. Поэтому без шлема, без других защит ездить очень опасно. Максимальная скорость, достаточно хорошая. Не самая, конечно, крутая. Есть и самокаты, которые могут 110-120 ехать. Но ему, как я считаю, это и не нужно. Для ежедневной эксплуатации, я считаю, это отличный вариант. И запас хода 60 км, и достаточно большие колеса, если еще резину поменять. Также мне понравилось дека и крыло, на которое можно вставать. Вот, я спокойно стою. Он держит и 100 кг, и 120 кг. Вообще груз подъемности этого самоката 150 кг. Складная конструкция, опять же, да, это немаловажный плюс. Кидравлические дисковые тормоза, это тоже, естественно, безопасности, поэтому плюс. Выбор режима разгона, целых три их присутствуют здесь. Главный минус, который я смог здесь заметить, это вот эта фара. Ну, это уже мененая. На самом деле, здесь с завода идет другая, и она очень неудобно и плохо светит. И, наверное, это главный минус этого самоката. Также один немаловажный минус – это подножка, потому что на первой модели RS-01 клиренс был меньше, чем на RS-02, и, соответственно, этой подножки хватало. Но так как на RS-02 клиренс увеличен, этой подножки уже, увы, не хватает. Если вы ставите, к примеру, на какую-нибудь рыхлую поверхность, то он может просто кувыркнуться у вас. Также это, конечно, не минус, но небольшой недочет. Вот эти грипсы, они с завода никак не закреплены, и они проворачиваются. Вот я их крутанул, и все, и они сместились. Надо это дорабатывать, в меру хомутиками зажимать, или вообще их вклеивать. Что я могу сказать по итогу? Отличный самокат за свои деньги. Вот если у вас нет машины, но есть этот самокат – отличная замена, я считаю, потому что в пробках стоять не надо, платить за него никакие налоги не надо, штрафы вам за превышение не приходят. Отличная, удобная дека и крыло, на которое можно вставать. Кладная конструкция, как снизу, так и сверху. Эти ручки тоже складываются, если тут раскрутить винты. И агрессивный дизайн, еще бы колеса поставить какие-нибудь внедорожные, с протектором хорошим. Будет прям отлично, здесь все-таки шоссейные стоят. Поэтому больше, в принципе, о нем сказать нечего. Отличный, хороший самокат за свои деньги, рекомендую. Ну, а на этом все. Подписываемся, естественно, ставим лайки на Инстаграм, на Вконтакте, ссылочка в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok